Предотвратить опасность и вовремя оказать помощь пострадавшим. Сегодня в республике прошла штабная тренировка по гражданской обороне. В учениях на базе химического объекта акционерного общества «Водоканал» вместе с сотрудниками МЧС приняли участие представители различных ведомств и органов местного самоуправления. В ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации принял участие и наш корреспондент Альхан Лепшоков. Звук сирена, оповещающий об общей эвакуации в химически опасном объекте акционерного общества «Водоканал». По легенде, произошел разлив хлора в срочном порядке. На место происшествия направлены силы для ликвидации чрезвычайного происшествия. Первым на борьбу вступили силы предприятия, личный состав внештатного аварийно-спасательного формирования. Сотрудники МЧС отметили, что такие учения позволяют отработать на практике готовность оперативных служб по выполнению задач в случае ЧАЭС. На втором этапе у нас, согласно условиям «Водоканал» по замыслу на одном из химически опасных объектов проводятся практические мероприятия по розливу хлора. Это одна из задач гражданской обороны по обеззараживанию сооружений, зданий. На место выдвинутые нештатные бригады, профессиональные аварийно-спасательные формирования с целью ликвидации облака хлора, проведения мероприятий по тушению пожара. Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения произвели боевое развертывание. Поставили на рубеже водяную завесу на пути распространения условно-хлорного облака с целью осаждения газообразного хлора и недопущению поражения населения. После чего вытащили из объекта условно пострадавших и передали врачебным бригадам Центра медицинских катастроф. Представители акционерного общества «Водоканал» отметили хорошую подготовку спасателей. Эти тренировки нужны, не дай бог, конечно, в реальной жизни порыв хлора, его утечка. Хлор – это очень ядовитый газ, нервно-паралитическое действие. Несколько вздохов достаточно, чтобы человек потерял сознание. Теперь нужно потушить возгорание, вспыхнувшее рядом с объектом. Поэтому необходимо освободить дорогу к реке, чтобы локализовать пожар. В эти минуты основной частью операции является тушение пожара. Сейчас мы увидим, как спасатели будут выкачивать воду из реки. Теперь спасателям необходимо быстро потушить место возгорания. Участники тренировки подчеркнули, что на практике сразу видна подготовка всех служб. Оказание необходимой помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и в условиях военных конфликтов с целью проверки поставленных задач гражданской обороны. Аля Халебшоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия, Узджигутинский район.